Ну да, это кошмарно, это не намного лучше, чем миры Чернобога, где постоянно все рушится, меняется, просто это другой тип страданий. Там у него страдания от постоянной изменчивости, а у Белобога страдания от невозможности действовать, по сути дела. А как в Сарга Прочиста, а там внизу? Пекельные миры. Ну, значит, а в самых низах пекельных свеки, в, например, праве? Ну, наказание постоянное. Ага, а в мудрости? А в мудрости ложное учение всякое. То есть, вот, допустим, кенгурятин, он просто там найдет свою вторую родину. Як щось? Ну, есть там в интернете такой кенгурятин. А. Ну, тот, что говорит, что он консервным ножом будет доспехи открывать. И тот, что говорит, что Наполеон с пришельцами и ядерными бомбами обменивался. Он еще много чего говорит, там такого. А, в той точке, где все сходится, пик, пик пекельных свеки, он что? Самая-самая пекельная планета. Там поедание всего этого всего? А, соответственно... А, нет, не может пиком пары Сварги Прочистой быть Ра? А с пиком Сварги Прочистой является Ра. Ага, а я думал, что там есть какие-то отличия между... Нет. Как раз вот пирамида Сварги Прочистой, она упирается в Ра. Она упирается ему в Южный полюс, а его экватор проходит по границе яйца. Его экватор соответствует шкарлупе яйца. Ты тут? Я в смысле шкарлупе яйца. Ну, что, все же ты находишься в яйце. И ты же знаешь, что он пробил с собой яйцо. А, о-о-о... Ну, так, 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 я помню это. Ну, а как тогда? Ну, так. Вот экватором в Шкарлупе и Южным полюсом к вершине пирамиды. И боги, они еще не вышли из материального света? Чи они, скорее всего, вышли, но повернулись? И снова нет однозначного ответа, потому что какие-то вышли. Помнишь, как там, что сначала подниматься вверх, для того, чтобы потом спуститься, пройти средние миры, и снова подняться вверх, и снова пройти эти миры, чтобы больше искр забрать вверх? Ну, расшифровку этого дела. Помнишь? Я помню. Вот, расшифровку того, что получается. Тоже ромб. И вот этот ромб, он как раз уже обозначает не сваргу в ее плоскостной версии, а сваргу в том, что есть верхняя пирамида, средние миры и нижняя пирамида. И нижняя пирамида, она намного длиннее, чем верхняя пирамида. Для чего? Ну, так оно устроено. Правда, она не до самого, как некоторые ошибочно считают, что она до самого прабога. Никак нет. Но она длиннее все-таки. Нет, ну это также отчасти неразбираемо. Почему? Потому что, допустим, концепция Шива и Нанди — это просто концепция Солнца и космического пространства, которая является всеобщей, допустим. Эта же концепция соответствует тому, что Нун был отцом Атума. И дальше Атум со своей силой родил Тифона и Тифониду. Те родили Гэба и Нут, Гэб и Нут родили уже Осириса, Исиду, Сета, Нефтиду. И дальше произошел Гор, и дальше произошел Анубис и так дальше.